Константин Овчинников – правнук знаменитого Константина Головкина. На открытии выставки, посвященной 150-летию со дня рождения именитого прадеда, признается, чувствует себя волнительно. Про родственника рассказывала бабушка, потом, конечно, начал копать сам. Бабушка любила летом путешествовать на речном трамвайчике, скажем, от речного порта до Гавриловой поляны. И когда мы проезжали мимо советской армии, показывала дачу, говорила, что это прадедушкина дача. Ну, вот так, наверное, знакомство началось. Столетия назад в этом здании на Куйбышево располагался филиал столичного банка. А в мраморном зале хранили свои капиталы крупнейшие купцы губернии. Сегодня здесь располагаются не менее ценные экземпляры. Более полусотни работ кисти самого Константина Головкина. Еще и картины из Золотого фонда художественного музея, который собирал когда-то известный самарский купец и меценат. У него была очень важная идея. Он хотел сделать музей, обогатить искусство, произведение. Он был такой культуртрегер, в хорошем смысле этого слова. Он хотел в Самаре, был просветителем Самары. Выставку готовили три года. В следующем году ее представят московским зрителям. Подготовка очень серьезная, потому что многие вещи, представленные в экспозиции, увидели свет впервые. Это была работа с фондами, это была работа нашего реставратора. Мы оформляли, мы подбирали. И я думаю, что любой, кто сюда придет, его ждет открытие. Самарцы могут увидеть работы до конца января. Сейчас в музее определяют день, в который посещение выставки будет бесплатным для всех жителей, чтобы как можно больше зрителей смогли увидеть шедевры, созданные человеком-легендой. За информацией следите в соцсетях музея и на сайте Самара ГИС. Мария Ильевна, Николай Сидоров. События.